Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и добро пожаловать просто в пушечную рубрику под названием Оригинал, виси фейк, ну или паль, свадборис! Я знаю, вы такие удивлены, Маша, что? Ты что-то новенькое придумала? Да, ребята, помните, вы мне подарили сумку Луи Виттон? Луи Виттон за полторы тысячи рублей. Я с ней гоняю каждый день, она безумно классная, хорошая, качественная, ну да, паленая, но я же знаю, что она паленая, и мне норма. Несмотря на эту сумку, в мою голову пришла просто чудесная идея. А что, если заказать вещи, которыми я пользуюсь постоянно, но при этом это будет не оригинал, а фейк с Валбрис? Тот же Дайсон, Духи, всякие мисты, Виктория Сикрет, и я это все заказала. И в этом видео, в сегодняшнем, у нас только то, что я уже тестировала. Надеюсь, что вам понравится эта рубрика. Если она вам зайдет, обязательно сниму вторую и третью часть, ну а теперь просто давайте начинать, поехали! И первым делом у нас будет лосьон. Там еще мисты есть. Начнем с того, что я выбрала свой самый любимый аромат. Это Персик Дакшн. Оригинальная упаковка выглядит следующим образом. Запоминаем, девочки, мальчики, да? Теперь давайте смотреть, как же выглядит Виктория Сикрет за 500 рублей с Валбрис. Чтобы вы понимали, оригинальная Виктория Сикрет лосьон стоит 1700 рублей. И сейчас она уже не продается. Ну пока что похоже. И даже аромат пошел. Но как бы разница имеется. Давайте начинать с того, что почему-то, ну, колпачок раскрученный. Вы это сами видите, очевидно, да? Его никто не вскрывал. Это меня уже радует. Чисто по внешнему виду издалека можно подумать, что это одинаковая упаковка. Но тем не менее, оттенок розового цвета отличается. Шрифт Виктория Сикрет отличается. В оригинале он поменьше. В подделке он покрупнее. Также шрифт Перс Седакшн тоже отличается. В оригинале он немножечко, опять-таки, похрупчивый. Или здесь более такой масштабный. Что по объему. И в том, и в другом лосьоне 236 мл или 8 фитов. Шрифты надписи Виктория Сикрет опять-таки отличаются тем, что на фейке шрифт покрупнее. Теперь давайте смотреть, что у нас сзади. Ну, балдеж. Здесь, как обычно, клейки Викторию Сикрет оригинальной, которую не содрать. Но надписи совпадают абсолютно здесь у нас USA, здесь у нас USA. Отличие лишь идет в том, что разные шрифты. Здесь есть гравировка Виктория Сикрет и здесь есть гравировка Виктория Сикрет, да. И она максимально похожа. Вот здесь разницы особо нет. Все. Момент истины. Сейчас мы распакуем. Все запечатано. За это лайк. Наносим. О, боже, смотрите, там какая-то грязь. Я решила рядом с фейковым лосьоном нанести оригинальный. Тут тоже текстура жидкая, но не настолько. Да. Оригинальный более белый. Прям насыщенно такой белый пигмент у него. А здесь как будто более прозрачный лосьон. И фейковый жиже. Это видно. И этот более плотный. Свет Виктория Сикрет меня действительно удивил. Честно, ожидала намного чего-то худшего. И не ожидала, ну, никак того, что аромат будет максимально совпадать с оригиналом. Тут совпадение именно по формуле аромата максимальное. Наверное, совпадение запаха на 9 из 10. Я ставлю, ну, наверное, 6 баллов. Ладно, пускай будет 6 баллов. Ну, реально порадовала. Переходим дальше. Продолжаем тему Виктории Сикрет. И на этот раз мист. Это оригинал. Называется он Jasmine Alert. И у меня даже здесь сохранилась оригинальная цена. 1799 рублей за такой вот флакончик. Я им иногда пользуюсь. Даже видно, что как бы уменьшается данный мист, да, со временем. И решила посмотреть, а что же будет за мист за 380 рублей. Тоже же Jasmine Alert. Пришло мне все вот в таком формате. Запаковали очень хорошо. Кстати, у меня есть отдельное видео, где я заказывала с Озона миста Виктория Сикрет. Обязательно посмотрите. Это было где-то год назад. Там вы узнаете всю правду про него. Ну, максимально, да, постарались. Хорошо скопировали. Заметно, что печать похуже. Здесь как будто все более такое тусклое на фейке, на оригинале. Как будто чуть-чуть все поярче. Что по поводу крышечки? Оригинал, она хуже выглядит, чем у фейка. Ну, скажите же. Она все заляпанная, что такая. Зато хорошо открывается и закрывается. Здесь она немножко в каком-то скотче. И очень, очень сложно ее открыть. Таки наклейка максимально похожа. Просто максимально похожа. Я бы, наверное, подумала, что это оригинал. Тут просто все такое желтое. И гравировка не такая четкая. Шрифты опять-таки разные. Первым делом мы затестируем то, как они пшикают. То есть посмотрим на облачко этих мистов. Сначала будет оригинальный, а потом фейковый. Нюхаем оригинальный. Такой цветочный аромат. Я чувствую вишню немножко, правда, жасмина, даже какой-то нарцисс. И что-то связанное с шоколадом. Фейк. Прыскает он, конечно, знатно. Порейше даже, чем оригинальный. Но это воняет. Просто вот какой-то пудрой. Просто пахнет бабулечками. И вишни какой-то непонятной. Вот. Ну, это нет. Это, к сожалению, прям, ну, такой отстойный. Я этому поставлю 2 из 10. Не рекомендую. Кстати, заказывая товары для этого видео, я в который раз убедилась в том, как же важен дизайн. В буквальном смысле, все, что мы видим вокруг, это результат работы дизайнера. Вывески магазинов, логотипы известных брендов и компаний, упаковки любимых продуктов, дизайн из стаканчиков любимой кофейни, да даже превьюшки для YouTube-канала. Более чем уверена, что мои видео вы узнаете из сотни других только по превьюшке. Ведь за годы работы мы разработали наш фирменный стиль. Так и получается, что дизайнеры делают продукт или бренд уникальным, узнаваемым и желанным. И что получается, профессия графического дизайнера не просто интересная и творческая, так еще и очень востребована и с хорошим доходом. Да, все верно. А обучиться ей можно на курсе профессия графический дизайнер от Skillbox. И не переживайте, если у вас нет навыков рисования, они вам не нужны. Насмотренность и весь необходимый для профессии опыт и знания вы будете развивать на курсе. Вы узнаете, как создавать фирменный стиль для компании, логотипы, графику для рекламы, упаковки, мерч и другие проекты. Научитесь работать во всех необходимых графическому дизайнеру программах. Иллюстратор, фотошоп, индизайн и фигма. Обучение основывается на практике. После каждого теоретического блока вас ждет практическое задание, которое проверяет эксперт и дает вам обратную связь. Таким образом, по завершению курса у вас уже будет более 12 готовых проектов в портфолио. Ну а начать монетизировать свои навыки и брать первые коммерческие заказы, как правило, можно уже после 4 месяцев обучения, после изучения базовых навыков. Ну, к примеру, можно брать в работу те же самые превью для YouTube-каналов. С каждым днем количество блогеров только растет, а значит и растет количество работы у дизайнеров. Более того, уже во время обучения у участников курса есть шанс попасть на стажировку в реальную компанию. Ну а по окончании обучения вы получите сертификат об успешном прохождении курса не только на русском, но и на английском языке. Доступ к курсу у вас останется навсегда, со всеми обновлениями. А курсы обновляются постоянно. Знаю, как приятно получать бонусы и подарки, так вот, ловите приятность. Ведь бонусом к основной программе вы еще получите курс «Дизайнер на фрилансе», который позволит развивать необходимые для фрилансера soft skills и поможет легко и быстро начать карьеру фрилансера в любой точке мира. И как бонус целый год английского языка. Да, ребят, это не шутка. Английский тоже сможете подтянуть. Ссылку на курс я оставлю для вас в описании или можете перейти по этому QR-коду на экране. И внимание, сейчас самое приятное по моему промокоду Zoom1 действует скидка 55% на курс «Профессия графический дизайнер» от Skillbox. Так что, ребята, дерзайте! Кто готов и хочет учиться дизайну, скорее чекайте описание и кликайте на ссылки. Ну а я, пожалуй, продолжу. Ну а теперь у нас такой жирный жир. Как вы знаете, я очень люблю парфюм-бланш от Bayredo. И у меня мой закончился. И помимо того, что я заказала оригинальный бланш до миллилитров за 24 тысячи рублей, так я еще и заказала не оригинальный за полторы тысячи те же 100 миллилитров. На Wildberries, конечно же. Первым делом распакуем оригинальный Bayredo. Это золотое яблоко. Собственно говоря, там все и заказывалось. Та-дам! Фига, какая коробка огроменная. Ну-ка, давайте сразу же посмотрим, какая коробка у парфюма с Wildberries. Слушай, ну она прям очень похожа. А золотое яблоко к вам у просики. 24 тысячи утекло, а подарков-то не притекло. А вот на Wildberries мне положили какую-то колбочку. Наверное, это Carolina Herrera. Если это Carolina Herrera, я ее узнаю, потому что мне нравится этот аромат. Пахнет чем-то огуречным, свежим таким. Аромат неплохой, но я бы не взяла. Коробочка у оригинала чуть повыше. Шрифты хоть и схожи, но они абсолютно разные. Здесь лучше тежи. У фейка? Да, чётче как будто. Рисунок виден. Да. Здесь нет. Я бы подумал, что это оригинал, а это нет. Короче, я помню, у Гоши Карцева смотрела видео, где парфюмеры угадывали парфюмы оригинальные и поддельные. И мне тоже так захотелось поучаствовать в таком движении. Типа, думаю, ну я бы точно угадала. Там им не давали упаковку, сравнивать ничего, только парфюм. Вот в этом вот всём варится. Не угадывали, где оригинал, где подделка. Если с обратной посмотреть стороны, тоже заметна разница. Но опять-таки, ну шрифта разный. У фейка даже есть какой-то знак качества. Представляете? Штрих-ход. Сначала оригинал. Ну какая же приятная коробочка. И оригинальный Боредо Бланш выглядит следующим образом. Здесь также есть такой вот конверт, где она встречает некая бумажка. На английском языке при желании можете перевести. Теперь смотрим на фейк. Здесь тоже есть запайки. Теперь можете сравнивать на внешний вид. Но сейчас заметны первые вот прям бросающиеся в глаз отличия. Цвет самого парфюма. Здесь он прям прозрачный, как вода. А здесь он имеет неприятный желтый оттенок. Но имеется тоже конверт. Для тех, кто не знает, что это за аромат, а у него всё-таки есть история, рассказываю. Данный аромат посвящен возлюбленной, как символ чистоты и возвышенности. Бланш также передает понимание Беном Мэн Горхеном, то есть создатель, да, Боредо, классическую красоту. То есть этот аромат это о красоте, о чистоте, простой по структуре, но экстремальный по характеру. В композиции имеется белая роза, розовый перец, альдегид, фиалка, нероли, пион, белое дерево, сандал и мускус. Я уже подготовила блотеры, чтобы вкусить тебе первый парфюм, потом сравню баночки, хочу понюхать. Второй. Я закрываю глаза, а ты прыскаешь. Я даже нос заткну. Ты шуртом. Ну, это схоже. А вы представляете, что я отгадаю? У меня еще парфюм тут, блин, закончился с неделю назад, и я не пользовалась. Вот это как будто оно, как будто это оригинальный Боредо, а вот здесь меня что-то смущает, как будто какая-то нотка, да, это, вот, это оригинал. Все правильно? А здесь очень сильно чувствуется, я так думаю, что перец. Да, это 100%, его там прям слишком много им переборщили. Но неплохая, знаете ли, такая копия. А так в целом норм. Но самое главное, что все-таки я определила, где же настоящий Боредо Бланш. Я, конечно, все понимаю, но на съемки. Выпустите, извините, мы главы. Я нашла разницу. Смотрите, тут написано with only London, а здесь такого нету. Мы нашли, мы нашли. с тобой, что максимально схожи, это колпачки. И они очень хорошо магнитятся. У фейка тоже магнитится на славу. Ну, не так, конечно, но эффект есть. Ой, так тяжело нажимается. Очень тяжело. Но вот второе нажатие было намного лучше и распылилось как будто сильнее и облачка как будто была больше. Да, ребят, все-таки духи за 24 тысячи лучше, чем за полторы тысячи, но эти тоже неплохие. И в принципе можно пользоваться, но имейте в виду, что того самого аромата вы не получите. Если вы хотите тот самый аромат чистоты Боредо, лучше взять парфюмированный спрей для одежды, который я вам показывала недавно в своем телеграм-канале. Заходите, смотрите. Но в целом прикольно и упаковка классная, но аромат все равно не тот. Так что 7 баллов. Я тут к вам залетела с очень необычным фейком с Валборис. А как вам такое? Airpods. За 500 рублей Airpods Maxx, которые как бы так стоят 60 косарей. А тут за 500. Я специально притащила свои коробку от них, ну так, чтобы для сравнения. И вот те самые, которые стоят 500 рублей. Наушники, блютуз, беспроводные, ну естественно, раз они блютуз. И это типа Airpods. Я заказывала в серебристом цвете, потому что мои тоже серебристые. По-моему, они как будто какие-то голубые на коробке. Коробка немножко помятая. И немножечко размеры у нее удручающие по сравнению с оригинальной коробкой Airpods Maxx. Открывается она как коробка для обуви. Ну пока что вау тут, честно говоря, не особо много, но интересный формат, да? Интересно. Смотри, нас ждет кабель для зарядки максимально хорошего качества. Micro USB. Они нереально легкие. В буквальном смысле как пушинка. Как будто они весят как Airpods. обычный. Ну так, видим, что цвета отличаются. Здесь такой нежный, серебристый, а здесь он прям серебренный. Но хочу заметить, что вот эту вот решеточку пытались повторить. Пытались. Хотя бы форму и цвет. Тут белая и тут белая. Внимание, вес оригинальных наушников 388 грамм. И они реально тяжелые, но ощущаются. Вес дешевой копии 140, 150 грамм. Ну камон, ребят, разница в цене у них больше, чем в 100 раз. Представляете, в 100 раз. В 100 раз эти дешевле. Я думаю, конечно, что звука даже сравнивать не стоит. Это знаете, как сравнить муху со слоном. Нелогично. Просто хочется послушать, как они играют и вообще в целом можно ли их использовать. Съемные здесь накладки или нет? Я думаю, что нет. Но они снимаются. Здесь также есть кнопочки включения-выключения. Сюда можно вставить какую-нибудь карточку и проигрывать музыку прям с карты. Класс. Сюда можно вставить провод AUX и проигрывать через провод что-либо. Ну и включаем. Послушаем этот звук. Звук качественной техники. Включаем хиты 2000-х. Работают. Не может быть. Послушайте со мной. Знаете, я ожидала намного чего-то хуже. В моей жизни было много дешевых наушников. Настолько много, что вы даже представить себе не можете. И я слышала звук намного хуже, чем тот, который льется из них. Так хорошо смотрится со стороны вообще гуд. Нормально. Скажи. Достойно. Такие легкие вообще конфетные. Ты будешь с них заниматься? На тренировку буду ходить. Вообще не слетаю. Денис уже на эллифсе. Давай покажи. Не жалко вот так кинуть и даже играть буду дальше. Ребята, они играют. Они играют. Так красиво эстетично смотрятся. Класс. Ставлю этим шикарным наушникам 9 баллов. Правда. За свою цену я думаю, что это одна из лучших находок в этом видео. Теперь у нас прям бьюти косметоз. Хотя вас ждет в ближайшее время полный ролик в фейковом люксовом косметозе с Маутберрис. Ставим лайки, чтобы это быстро вышло. Лайки быстрее собираем. Ну а у нас сегодня на повестке дня палетка Худа Бьюти. Я искала палетки Джеффри Стара, но, к сожалению, на них паль не продают. А вот на Худу Бьюти прям жопой жуй. У меня есть вот такая вот палетка Меркурий Ретро Град. Я ее достаточно редко пользуюсь. Стоит где-то 6-7 тысяч рублей. Но новая в Борис Худу Бьюти можно купить за 300. Вася, ну какая упаковка чистая. Слушайте, ну прям вообще не придраться, да? Да, это такая специальная коробочка. У оригинальной тоже была. Я ее благополучно выкинула, так что эту мы тоже в принципе выкинем. Но имейте в виду, приходят вот в таком немножечко не совсем корректном состоянии. Это сама палетка не в совсем корректном состоянии, а на упаковку гоню. Упаковка еще нормальная. Смотрите, какая палетка вся замыленная. Она не то, чтобы не четкая. Тут написано еще худо мунджи. То есть уже не докопаешься, уже не до хуй до бьюти. Оля. Да, вообще все по-другому. Все на китайском. Майденчина. Ну то есть, знаете, это не прям копия, это не прям паль. Это, так скажем, вдохновились. Я ее не могу открыть. О. Подождите. Вау, вау. Мне интересно, совпадения по цветам будут. Есть зеркало, и это плюс. Ну вообще же цвета другие. Смотрите, здесь розовый, космик. Здесь космик, немножко персиковый. В общем, оттенки отличаются, и это видно, но не все. То есть можно сказать, что пытались максимально повторить. Original. Ребята, ну это шикарно. Теперь смотрим паль. Слушайте, ну неплохо, но цвет абсолютно не совпадает. Но тоже блестит так хорошо. Теперь давайте возьмем вот эти два оттенка. Они мне очень нравятся. Ну видно, что оттенки разные, но на сводчиках, тем не менее, они более близки, чем смотреть так. Далее оттенок Galaxy. Какой же он шикарный. Я увижу, что здесь он темнее. Да, ребят, он не то чтобы темнее, он уходит в более какой-то ржавый цвет, а здесь такой приятный темный шампань. Хочу темные цвета сравнить. Фейковый цвет более сиреневый, этот же цвет более уходит в какую-то глубокую пыль дорог. Не знаю. Хочу сравнить вот эти два цвета под названием Mercury. В оригинале он более голубой, вернее даже более синий что ли. Рыжовый. Да. А на фейке он зеленый такой. Ну да, они абсолютно вообще разные. Даже сравнивать нет смысла. Защиту фейковой палетки хочу сказать, что для своей цены она выглядит неплохо, и пигментация у нее неплохая. Скорее, ставьте лайки в это видео, чтобы я накрасилась с чисто паленой косметикой с Wildberries. Я просто боюсь. Я боюсь последствий, потому что там паленое все. Нальные крема, консилеры, тушь. Все это типа Гуччи и Шанели, но по факту это все стоит 300 рублей. Представляете, что меня ждет? И там будет эта палетка, так что мы ей с вами накрасимся. Три балла ставок. Три. Далее нас ждет кушон от Чупа-Чупс. Оригинальный стоит где-то 1000 рублей, и я его уже использую так хорошенько, поэтому упаковка от него у меня, к сожалению, не сохранилась. Фейковый кушон стоит 300 рублей. И там реально люди заказывают и думают, что он оригинальный. Кстати, хочу сказать, что у этой палетки более 100 тысяч заказов. Фейковый Меркурий купили более 100 тысяч раз. Вы просто представите это. Ну что же, нас тут ждет. Смотрим. Кушон от Чупа-Чупс за 300. Ребят, это реально вау, потому что я на пункте выдачи открыла эту коробку, увидела это и такая, серьезно? Выглядит же очень хорошо. Я помню, как выглядела оригинальная упаковка, и она во внешнем виду один в один. Возможно, если бы она у меня была здесь, мы бы заметили разницу в цветах и все такое, но в целом это выглядит ок. С обратной стороны у нас все либо на корейском, либо на китайском. Даже есть голограмма. Написан оттеночек 01, потому что это первый оттенок. Также есть кушон от Чупа-Чупс потемнее, это самый светлый тон. SPF 50, в общем, все как надо. Ой, тут уже видно, что вообще не то. Материал абсолютно другой. Смотрите, как он отличается. Оригинал, он более такой глянцевый, но он все равно софт-тач, как бы приятное покрытие. А здесь он не просто софт-тач, он еще и матовый, и цвета явно разные. Здесь такой красно-алый, насыщенный, здесь приглушенный красный, немножко похож на лососевый. С обратной стороны информация у нас разная, разными шрифтами и добавлены какие-то новые слова. Давайте я вам покажу, как выглядит оригинальный кушон. Тут у нас зеркало, сверху идет такой вот спонж. Для того, чтобы открыть, нужно повернуть. И открывается сам кушон. Кушон можно заменять, то есть, достаешь рефил, покупаешь новый и ставишь. Ой, смотри, как похож. Спонж, не один в один, но сходство имеется. Здесь похуже ленточка, рисунок такой же, также прописано Чупа-Чупс. Этот спонж, он меньше в диаметре, но по ощущениям он приятный. Давайте смотреть, что по цвету. Здесь поры более расширенные у фейка, у оригинала поры менее заметные. Показываю вам цвет оригинального кушона. Он достаточно плотный, несмотря на то, что это кушон, он очень хорошо что-либо перекрывает. Прям, знаете, такой приятный. Макаем. Ой, она такая мягкая. Кстати, пахнет ничем. Это очень хорошо. Оригинальный пахнет. Ну, знаете, вот косметика обычным тональным кремом. Есть запах приятной косметики, хороший. Ой, он что-то скатывается. Тут и цвета как будто нету, и перекрытия как будто не имеется. Ну-ка, давайте еще раз помакаем. А почему оно скатывается? Вы же сами видите вот это. Да, перекрытие не такое явное, как у оригинала, но все-таки при наслаивании оно имеется. Хотите ли вы, чтобы я им накрасила свое лицо? Пишите в комментариях, потому что на то видео, где я буду пользоваться косметикой фейковой, у меня есть тональный крем, другой. Стоит ли мне это тоже нанести на кожу? Пишем в комменты. Но так, это, конечно, прям лютая паль. Из приятного здесь только коробка, так что этому кушону я ставлю 3 ба. Ну и, ребята, то, что так многие ждали, стайлер. Стайлер Дайсон. Оригинальный и с Вайлдбридзу 2 800. Давайте начнем, наверное, с оригинального. Он у меня старенький, ему уже 3 годика. Он у меня, наверное, с самой первой модели или второй, ну, такой прям старичок. Идет в кейсике. В кейсике я его не храню, это девочке вообще неудобно. Кейс безумно приятный, из эко-кожи. Я имею в виду приятный в плане того, что по материалу. Горчичного цвета. Также есть гравировка Дайсон. Тут такой язычок, мы его открываем. У меня тут все сохранилось. Бархатная вставка такая шикарная, грязная, потому что он у меня какое-то время стоял такой открытый. Я его реально хранила в кейсе, ну, потому что все же так делают, а мне было неудобно. Бумага такая. Такая вот подкладка. Ее, по идее, нужно положить на стол либо куда-либо еще. И сверху на эту подкладку ты уже кладешь свой Дайсон. Далее идут насадки. У меня не все тут, к сожалению. Две у меня были утеряны. Из того, что осталось, это вот такая вот насадка-расческа. Ей я сушу волосы постоянно. Далее есть насадка-брашинг. Офигенная. Мне, даже мне, на мои волосы, которые вообще не укладываются, она делает легкий завиток. Далее здесь есть вот такие насадки тонкие. Влево и вправо крутят. И толстый, который тоже крутит влево и вправо. В новых версиях я знаю, что сейчас идет одна насадка, у которой регулируется подача воздуха влево или вправо. И также они отличаются по высоте. То есть короткая и низкая. У меня такого нету. И хотела насадку такую с Алика заказать. Они были и потом пропали. Если у вас есть, скиньте мне в Телеграме ссылку на длинную насадку на Дайсон. И также есть еще специальная такая штучка. Может быть, о ней вообще никто не знает. Ну, у кого есть Дайсон, такие, типа, зачем это надо? Это чтобы чистить вот это место, потому что оно загрязняется. Так вот берешь и чистишь. Я очень часто видела на ВБ стайлеры. Там у некоторых тоже по 100 тысяч продаж, представляете? У этого стайлера продаж меньше, потому что он с контейнером. Внимание, кейс у меня вошелся в более чем 1000 рублей, потому что стайлер с кейсом стоит 2 800, а стайлер без кейса 1500. Ну, вот такая вот рыжая красота. Здесь такой приятный горчичный оттенок. И здесь такая ляпота. Кстати, я искала максимальную копию Дайсона. Готова была заплатить и 5-6 тысяч рублей, но на Вайлберис такой не было. Это просто стайлер, как бы закос на Дайсон. Никаких надписей, к сожалению, нет. Но кейс приятный. Магнит. Сто бархат. Блин, это так все стромно выглядит, правда. Кстати, читала отзывы, и у многих этот стайлер ломается очень быстро. Представляете? То есть буквально 2-3 применения, и все. Сестка здесь выглядит следующим образом. Знаете, здесь самый худший пластик, что я видела. Недавно у меня видео про 100 рублей. Был утюжок за 180 рублей, чтобы делать гофре. И там качество пластика и то было лучше, чем здесь. Вот ради чего это покупать? Ради каких-то понтов? Ну, а какие здесь могут быть понты, правда? Здесь фен выглядит вот таким вот образом, такой маленький. И заметьте, он ромбически-образный. Это выглядит, как средство для пыток. Это, кстати, это реальный металл. Горячий, из-за воздуха идет. Волосам вообще хана. Итого у нас получается 5 насадок и вот такая вот инструкция. Конечно же, вся она на английском языке, но тут цветная, с картинками. Я думаю, все прекрасно знают и все прекрасно видели, как работает Dyson. Зачем я вам это буду показывать? Давайте лучше посмотрим, как работает вот эта штучка. Во-первых, у нас здесь есть кнопка, просто посмотри. Вы видите, как там торчат куски пластика? На теле фена, на теле стайлера. Ужас! И есть три режима. Раз, нулевой, первый, второй, третий. Тут ничего у нас не чистится, ничего. Ой, блин. Я ожидала, но прям, ну не очень. Но это же вообще ужасно. Внутри там буквально два проводка и все уже в пыли и есть такой вентилятор. Вот это самый главный выброс денег в этом видео. Все благополучно починено. Ставим стандартную насадку. Пошли проверять. Вот это звук. Ты пришел это послушать. Ну давайте сначала слушаем, как работают режимы. Первый. Второй. Третий. Разницы нету. Это один режим, ребят, там просто кнопочка ходит. Это один режим. Это один режим. Жуть воняет, как пластиком. Знаете, как пахнет? Не новая техника, а как будто что-то сгорело. Она горячая, невероятно. Можно яичницу жарить. Выглядит эта конструкция максимально хлипко. Вот хочется сказать, что я бы таким даже собак не слушала, но это правда. В итоге самая долгожданная покупка для меня больше всего меня расстроилась и оказалась самой плохой за все видео. То есть это не то, чтобы единицы, это ноль баллов. Если, конечно же, у вас есть в истории какие-либо хорошие закосы на Дайсон, и вы ими пользуетесь, там, не месяц, не два, они у вас прям работают, можете написать, за сколько вы их купили и где. Но вот это, это худшая пародия вообще на фен. Не то, чтобы на Дайсон. Им даже с ним рядом не стояло. Это худшее, что я вообще видела в своей жизни из фена. Поверьте, мне было много фенов. У меня есть дорожный фен за 300 рублей из Галамарда. Ему уже лет 5. Он порезче, чем вот это. Ну что, ребят, надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть, там, где я буду сравнивать оригинал с фейками, с Вайлдбурис или, допустим, с Зона. В этом видео я собрала то, что было у меня, как бы то, чем я пользуюсь, то, что я люблю и фейки на них. Ну, сами понимаете. Было очень интересно, была очень рада снимать это видео. Мне знаете, что такое легкий мандраж от удовольствия, что я наконец-таки это сделала. Если вы соберете под эти видео много лайков и напишите в комментариях, что хотите вторую часть, я обязательно к вам прислушаюсь и закажу те товары, фейки на которые хотели бы, чтобы я заказала. Ну, в общем, вы меня поняли. Можете писать у меня в телеграм-канале и скидывать даже ссылки на те вещи, которые хотите увидеть в следующем ролике. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok